МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это шоу Украина Чудес, и мы, иллюзионисты, братья Сафроновы. Мы открыли для вас новую Украину. Украину, в которой необъяснимые магические вещи происходят прямо на улице. Мы находимся у подножия памятника Родина-Мать. И это не случайно. Сегодня вечером этот памятник растворится в воздухе. Субтитры создавал DimaTorzok Девятая серия шоу Украины Чудес заключительная. Поэтому мы поставили перед собой задачу не просто вас удивить. Эта серия должна быть самой яркой, самой захватывающей, шокирующей. Мы хотели реально взорвать вам мозг. Киев. Столица Украины и мать городов русских. И одно из самых замечательных мест в стране. Да, каштаны, киевский торт, Динамо Киев. И многое-многое другое. В том числе здание нового канала, благодаря которому проект Украины Чудес состоялся. И вполне естественно, что мы решили показать один из своих самых эффектных трюков именно здесь. На дворе 21 век, и кроликам из цилиндра уже никого не удивишь. Поэтому приходится изощряться все больше и больше. Я Илью отговаривал делать этот номер, потому что он получился по-настоящему страшным. Мы находимся на крыше одного из домов по улице Тургеневская. Здесь располагается центральный офис нового канала. Это шестиэтажное здание высотой более 30 метров. Сейчас я попробую преодолеть эту высоту в течение одной секунды. Ах да. Не пытайтесь повторять за мной. Это по-настоящему очень опасно. Давайте посмотрим вниз. Идите сюда. Внизу располагается заснеженная парковка. Под этим снегом настоящий асфальт. Не верите? Приезжайте сюда и убедитесь в этом сами. Парни, берите лавку и сделайте два шага назад. Еще раз, внимание. Смертельно опасный прыжок выполняет профессионал. Вы не пытайтесь повторять. Это действительно очень опасно. Сергей, помолчи, мне надо сосредоточиться. Илья, давай быстрее холд. Слушай, дай маячки, а то разобьешь еще. Я готов. Не двигается. Давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Давай. Илья! Илья! Вставай! Это программа «Украина чудес». Оставайтесь с нами. Без комментариев. Кошмар какой. Когда ты видишь в кино, что человек падает, это, наверное, компьютерная графика. А когда вот здесь вживую увидел, это перехватывает дух. Это было очень страшно, когда Илья падал с крыши, все думали, все. А когда он встал, это, ну, я не знаю, это описать как славан. Это действительно говорит о том, что чудо существует. Верьте в чудо. И смотрите программу «Украина чудес». Украина чудес! Где бы мы ни появились, нас окружает толпа людей. Украина произвела на нас очень позитивное впечатление. Мы обзавелись новыми друзьями. Самое удивительное и приятное, что братьев Сафронова здесь знают уже не хуже, чем в России. И, что особенно важно, любят. Давайте я вам дам автограф. 30 лет назад в Киеве был открыт памятник под названием «Арка дружбы народов». И посвящен он воссоединению России с Украиной. И вот мы, иллюзионисты из России, показываем свои трюки, путешествуя по Украине, обретая все новых и новых друзей, подтверждая этим ту самую дружбу народов. В середине прошлого века во всех цирках мира были популярны силачи. Богатырь выходил на манеж, в одной руке держав двух ассистенток, а в другой руке мотоцикл. Это вызывало восторг у зрителей, но кульминация этого силового номера по-настоящему всех шокировала. Силач ложился на манеж и по его телу проезжал легковой автомобиль. Прошло более полувека, как этот трюк уже никто не работает. А сегодня специально для вас. Мы, иллюзионисты, братья Сафроновы, попытаемся его повторить. Это реальный автомобиль. Настоящий американский внедорожник. Под его капотом находится 225 лошадиных сил. Но не это главное. Главное то, что его вес составляет почти 2,5 тонны. И сейчас эта груда металла окажется сверху одного из нас. Вот здесь будет лежать Сергей. Это сплошная бетонная плита. Здесь нет никаких люков. А сейчас я хочу, чтобы вы осмотрели мой живот. Здесь также нет ничего необычного. Именно по этому телу проедет этот автомобиль. А теперь внимание. Потому что то, что вы сейчас увидите, это не фокус, а реально опасный трюк, который мы категорически запрещаем повторять вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Моя жена приехала поддержать меня. Она находилась буквально в нескольких метрах от меня. Я видел ее глаза, я чувствовал ее волнение. И это меня очень сильно выбивало. Все нормально, что ты переживаешь, все. Просто легкий ушиб. Не переживай. Андрей, все хорошо. Мы это сделали. Мы снова победили. Снимай, снимай скорее. Болит. Молодцы. Молодцы. Довольно в порядке. Молодцы. Круто. Молодцы. 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 Субтитры делал DimaTorzok Киев – безумно красивый город. Киевляне говорят, что раньше он вообще был сказочным. Но, понятное дело, весь город посмотреть не удалось, но увиденным я остался доволен. Это действительно европейская столица. Субтитры делал DimaTorzok Многие из вас, наверное, знают песенку про солнечный круг. Солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки. Лично мы с уважением относимся к творческим людям, а в Киеве них предостаточно. Особенно радуют нас творческие дети. Поэтому мы и решили удивить вас с помощью плотна, нарисованного киевской ребятнёй. Я ничего не вижу! Привет! Сегодня ночью мне приснился фантастический сон. Утром я нарисовал вот этот шедевр. Это то, что мне приснилось. И сейчас я хочу попросить вас… Как вас зовут? Галя. Галина, я могу вам доверять? Да, вполне. Вполне. Держите этот свёрток, не упускайте его из своих прекрасных рук. Хорошо? Следите внимательно. А сейчас дети. Кто любит рисовать? Я! Молодцы. Молодцы. Возьмите по листочку перед нами. Как тебя зовут? Никита. А тебя как зовут? Молодой человек. Даня. Даня. Девчонки, представьтесь, как вас зовут? Маша. Маша. Маша и Катя. Так, вы все любите рисовать, да? А вы умеете это делать? Да. Потому что, если честно, я тоже люблю рисовать, но я не умею этого делать. Итак, ребята, я хочу попросить вас нарисовать по одному предмету на этих листках. Это мог быть одушевлённый предмет или неодушевлённый предмет. Задание вам понятно? Да. Нужно нарисовать по одному предмету. Приступайте. Не ну-ка, не ну-ка. Ну, а что нарисовал я, вы узнаете чуть позже. Что это ты такое рисуешь? Солнце. Солнце? Очень красиво у тебя получается. Девчонки пошли по классике. Катя, это у тебя что за такая удивительная птица? Попугай. Попугай? Да. Зелёный попугай. Попугай. Ты посмотри, Никита уже готов. Довольный. По-моему, он не сломит очень даже. Ждёт оценку учительницы по рисованию. Очень красиво. Даня, заканчивай. Это смайлик. Ну, давай. Это смайлик. Просто он горит, как солнце. Всё. Готово. Горячий. Готово? Да. Так, ребята, сейчас попрошу вас подвинуть рисунки друг к другу, как пазлы. Вот так, да? Галина. Да. Подойдите ко мне. Отдать? Да, спасибо. Пожалуйста. Всё это время вы держали свёрток и не выпускали своих рук. Нет, не выпускала. А сейчас давайте посмотрим, что же сегодня утром нарисовал я. Во-первых, две резиночки. А теперь переходим к самому интересному. Смотрите. Оп. Тоже квадратная. Квадратная собачка. О, понятно. Не похоже на мою. Да ладно, такая же пушка, как у тебя. Цветочек. Машенька, твой цветочек. И тоже оранжевый. В смысле розовый. Тоже розовый. Сегодня все получили двойки. Смотрите дальше. Самое интересное. Солнышко. Посмотри, Никита, оно тоже улыбается и показывает язык. Круто, да? Кать, смотри внимательно. Кеша. Кеша. Он на кого так смотрит? Вот это реально. Это он смотрит на тебя так. О, круто. Примите. И ракет. И ракет еще такой. Обратите внимание, все, что только что нарисовали дети, я нарисовал еще несколько часов назад. Галина. Да. Я хочу, чтобы вы честно еще рассказали нашим телезрителям, что вы внимательно следили за этим свертком, за этим листком бумаги. Не отпускали его из своих рук. Верно? Да, я внимательно следила, я не отпускала из рук. Вы знаете, пока вы следили за этим свертком, вы потеряли свое время. Скажите, который сейчас час? Сейчас, секундочку. Ой. Где мои часы? Часики потеряли, да? А что это здесь такое? Оп. А как вы это сделали? Да, это мои часы. А это уже магия, друзья. Спасибо огромное, дети. Верьте в чудеса, и они обязательно с вами получатся. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо братьям Сафроновым, что они подарили нашим детям такое замечательное чудо. Как это происходит, ну, просто неизвестно. Такое впечатление, как будто детям что-то внушили. Но в то же время внушение очень светлое, очень радостное. Мы как никто понимаем, каково это все-таки быть братьями, каково это работать в одной сфере. То есть, тем более, когда это любимое дело, оно автоматически становится успешным. Да, знаете, и это становится, да, приятно не только вам, братьям, да, а приятно становится окружающим людям, потому что они видят братскую силу, братскую дружбу, братскую любовь. И это заставляет улыбать людей на самом деле. Я очень люблю фокусы, мне очень понравилось. Хочу, чтобы мои будущие дети тоже стали эльзианистами. Я и есть на параде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и жители любой другой столицы, киевляне считают, что Киев не резиновый. Мы, как жители другой столицы, временно понаехавшие сюда, отчасти с этим мнением согласны. Хорошо, что киевляне хотя бы не делят город между собой, иначе бы он точно развалился на части. Как это сделает сейчас один из нас? Кто-то катается на лыжах, кто-то прыгает с парашютом. У всех разные способы выброса адреналина. Лично я не могу уже без того, чтобы не сжечь себя или, не знаю, распилить. Это уже превратилось в образ жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жанр иллюзия – это наука. И как любая наука, иллюзия постоянно движется вперед. С каждым годом появляются новые взгляды, принципы, технологии. С каждым годом трюки становятся все более изощренными и эффектными. Сегодня современный иллюзионист может продемонстрировать зрителю такой номер, который будет сравним лишь с настоящей магией. Дамы и господа, сейчас вы станете свидетелями абсолютно нового и современного способа распиливания человека. А вернее, будет сказать, разрывания человека на две части. Такого еще в мире никто никогда не делал. И помогут нам сегодня реализовать нашу иллюзию два огромных грузовика, чьи силы и мощь способны порвать на части все, что встречается на их пути. Никаких коробок, никаких ширм, только человек, грузовики и непредсказуемая магия. Вы готовы? Да! Тогда мы начинаем! Каждому из нас снятся страшные сны. Однажды Андрей поделился своим ночным кошмаром. Ему приснилось, что он выполняет трюк, удерживает за цепи два огромных грузовика. Но вдруг они разрывают его на части. Он проснулся в холодном поту, так как ничего страшнее в жизни ему просто не снилось. Вот такие специфические сны снятся иллюзионистам. Но самое интересное, что через неделю он пришел к нам с идеей нового трюка – разрывания грузовиками. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в иллюзию 21 века! 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 Все равно все закончится хорошо! Добро пожаловать в иллюзию 21 века! Добро пожаловать в иллюзию 21 века! Национальная опера Украины! Можно сказать, столичный храм искусств! Идемте с нами, и мы покажем вам настоящее искусство! Давайте посмотрим, что произойдет, если объединить музыку и магию. Время тонкий лед Из моей судьбы исчезаешь ты. Я знал в твоих глазах семь лестниц в небесах. Удержаться нет сил, руку я отпустил, но ты всегда со мной. Ты ушла, когда мне была нужна любовь. В моем сердце ты будешь жить всегда, но с болью я знал. Я знал в твоих глазах семь лестниц в небесах. Удержаться нет сил, руку я отпустил, но ты всегда со мной. Время тонкий лед Снова разобьет мечты. Из моей судьбы исчезаешь ты. Я знал в твоих глазах семь лестниц в небесах. Удержаться нет сил, руку я отпустил, но ты... Прошу не трать слова, ты не попредал, но ты... Снова разобьет мечты. Ты всегда со мной. Ты всегда со мной. Ты всегда Λу. Продолжение следует... Мы растворяли в воздухе огромные объекты, и всегда это происходило ночью на фоне черного неба. Мы же попробовали сделать этот трюк при полном дневном освещении, и в этом наше принципиальное отличие. В 1983 году нам с Андреем исполнилось погодику. Илье тогда было уже 6 лет. В том же году ночью в Нью-Йорке Дэвид Копперфилд заставил исчезнуть статую свободы. Этот трюк стал легендарным. Прошло 28 лет, и сегодня мы находимся у подножия одной из самых высоких статуй мира – Родина-Мать. Дэвид Копперфилд сыграл в нашей жизни большую роль. Мы стали иллюзионистами, братьями Сафроновыми. И сегодня вы видите уникальное шоу «Украина-чудес». Поэтому сейчас мы сделаем исчезновение Родины-Мать в честь его. Это чудо мы посвящаем Дэвиду Копперфилду. Этот памятник был построен в 1981 году, в День Победы. Комплекс открывал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Уверен, что этот грандиозный памятный комплекс, вставший на Днепровских кручах, будет здоров всем советским людям. Согласно выводам специалистов, монумент Родина-Мать должен простоять свыше 150 лет. По расчету статуя может выдержать даже землетрясение силой 9 баллов. Родина-Мать стоила 28 миллионов рублей, в то время как доллар стоил всего лишь 60 копеек. Высота статуи Родины-Мать составляет 102 метра. Только один меч весит 9 тонн. Полная масса этого сооружения составляет 450 тонн. Остались считанные секунды перед тем, как исчезнет одна из самых высоких статуй в мире. Родина-Мать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Родина-Мать. Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Молодцы! Её нету! Её нет! Это настоящее чудо! Поднимайте! Это было супер-шоу «Украина чудес» и мы, иллюзионисты-братья Сафроновы! Верьте в чудеса, и они обязательно случатся в вашей жизни! Пока! Заключительный девятый город Киев И люди спрашивают уже, а будет ли второй сезон? А почему бы и нет? Мы показали зиму одну Украину Давайте посмотрим на неё летом Уверен, это будет интересно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА